Разработана инструкция, по которой российские военные могут безопасно сдаться в плен украинскому квадрокоптеру. Дроны решили применить, чтобы сделать процесс взятия в плен более безопасным. Если вы желаете добровольно сдаться в плен ВСУ, предварительно свяжитесь с проектом «Хочу жить», который даст инструкции и при необходимости сообщит координаты отправной точки. Получив верификацию, отправляйтесь на место в точно указанное время. Следует помнить, что в данном случае точность и своевременность прибытия критически важна, учитывая ограниченное время полета квадрокоптера. При возможности дополнительно уведомите представителей ВСУ о прибытии на место и дождитесь дальнейших инструкций или ожидайте появления квадрокоптера в зоне видимости. Увидев в зоне видимости квадрокоптер, необходимо установить с ним визуальный контакт. Наблюдая за дроном, поднимите обе руки в стороны и вверх. Таким образом, сообщая о готовности выполнять дальнейшие команды. Когда контакт установлен, дрон совершит маневр, поднявшись и опустившись на несколько метров вниз и вверх. После этого коптер обозначит вектор движения. Плавно снизившись и плавно набрав высоту в заданном направлении, оставаясь на постоянном визуальном контакте с пленным. Пленный должен следовать за дроном, который со скоростью человеческой ходьбы будет лететь в точку встречи с представителями ВСУ. В случае критического уровня заряда батареи, дрон может прекратить сопровождение и вернуться на базу. В таком случае военнопленному необходимо оставаться на месте или ожидать в укрытии следующего дрона, сохраняя в зоне видимости точку последнего визуального контакта с предыдущим квадрокоптером. Через некоторое время на эту точку прилетит дублирующий дрон, с которым также необходимо установить визуальный контакт по вышеописанному алгоритму и продолжить движение. Российские солдаты, сохраните себе эту инструкцию. Распространите ее среди ваших сослуживцев и знакомых. Сохраните больше жизней. Сохраните больше жизней.